В этом видео хочу поделиться с вами своим опытом и сделать сравнение по укладке плиткой без СВП и с СВП. Укладку плиткой начинаем с середины стены для ее симметрии. Первый способ начнем без применения СВП. Для того, чтобы была плоскость в идеале, стены проходим клеем для одной плоскости. Стены ровняем там, где не будет СВП. Попробуем нанести на стены гребенкой 8 мм для укладки фриза. Данный способ не айс, все пачкается. Промазываем фриз и производим ее укладку. Выравниваем в одну плоскость с плиткой. Постоянно корректируем. Крестики вставляем в полтора миллиметра. В один миллиметр не могу, так как плитка имеет небольшие отклонения в размерах. Еще раз корректируем провилом для точной линии по горизонту. На второй стене дела идут попроще. Стенку мазать не надо. Наносим клей на плитку гребенкой в 10 мм. Устанавливаем СВП и притягиваем щипцами. Кстати, намного лучше и удобнее от предыдущей версии. Лично мне понравилось. Переходим к укладке плиткой без СВП. Клей наносим на плитку гребенкой 8 мм. 10 мм не могу, так как он при высыхании сыграет в углах. Даже при минимальном слое клея я ставлю ограничители, чтобы при высыхании углы оставались ровными. Плитка попалась немного с пропеллером. И мне приходилось выравнивать ее к линиями. Кому нужны эти лишние движения? То ли дело с СВП. Протянул и все ровно. А теперь отверстия для вентиляции. Временно положили плитку, прилепили малярную ленту и сделали лекало из чайника. Он оказался как раз в нужный нам размер. 150 мм. Производим резку отверстия. И корректируем резку отверстия. Затем кладем ее. Как вы видите, я полностью перешел на СВП. Даже на гребенку в 8 мм они с легкостью проходят. Так как их ножка составляет всего 1,5 мм. Это самые тонкие и крепкие СВП, что я видел. И для моих работ это незаменимый расходный материал. Теперь обойдем двери. И нарежем подрезки. На плиткорезе. Установив такой ограничитель, я с точностью до миллиметра произвожу разрез, что дает преимущество в скорости. Продолжение следует... Разрез в одну линию получился идеальным. После заготовки подрезок мы их укладываем. Также применив СВП. Что мы имеем? При укладке без СВП нам нужен минимальный слой 8 мм. И обязательно промазывать стены. Желательно ставить ограничители и ровнять плитку к линиями. Это занимает уйму времени. То ли дело, нанес на плитку клей, шлеп на стенку и установил клипсы. При высыхании вся плитка сядет, но не деформируется, так как она зафиксирована СВП. Можно класть без СВП, но вы потеряете уйму времени и нервов. А СВП ускоряет работу и улучшает качество. Как вы будете производить свою работу, решать вам. Изначально берем плоскость стены и переносим ее на пол. Для того, чтобы вышел прямой угол поддона, размер которого 90 на метр 20. Сверлим отверстие устанавливаем опалубку и вяжем арматуру. После чего грунтуем. и заливаем раствором. На следующий день снимаем опалубку. Затем заливаем поддон, удаляем маяки и грунтуем. после полного высыхания наносим гидроизоляцию. На всех углах примыкания приклеиваем серпянкой. тем это все, что осталось от мозаики. Вначале кладем мозаику без клея, чтобы произвести точную подрезку. После чего приступаем к ее укладке. Наносим клей гребенкой в 6 мм и производим укладку мозаикой. Вокруг трапа мозаику пришлось подрезать для точной ее укладки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подкорректируем пиксели... Проверим плоскость наклона... Вроде все хорошо. Изначально, перед укладкой пола, я хочу проверить, нужно ли промазывать плитку или нет. А также, нужны ли нам здесь СВП. Так как плитка небольшого размера, промазывать ее нет необходимости. Посмотрим, нужна ли система выравнивания плитки. Тщательно грунтуем пол, затем делаем разметку раскладки пола, сохраняя симметрию в видимых местах. И приступаем к укладке. Так как плитка небольших размеров, СВП здесь не понадобится. Идеальная поверхность и минимальный слой делает работу качественной. Между полом и вторым рядом, мы рассчитаем, что встали так, чтоб нижний ряд плитки подходил в идеале. И так везде. Обходим душевую кабинку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После окончания нижнего ряда дорабатываем отверстия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В заключительной части мы рассмотрим облицовку плиткой бортика душевого поддона. Для начала мы порежем заготовки по размеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Паску снимаем с двух сторон Так выглядит заготовка Заготовки производим по всему периметру бортика Верхнюю часть бордюра шпаклюем После чего приступаем к облицовке Фиксируя каждый элемент Верхнюю часть бордюра шпаклюем Верхнюю часть бордюра шпаклюем Верхнюю часть бордюра шпаклю Medial Верхнюю個 Thunder Ну иерген Субтитры сделал DimaTorzok Приступаем к затирке стен Продолжение следует... 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 Продолжение следует...